Привет, привет! Добро пожаловать в новый влог! Как видите, мы дома. Первым делом, как только вернулись в Польшу, мы забрали нашу Микушу. Сейчас с одной стороны отходим от дороги, а с другой перепаковываем чемоданы и едем в Украину. Ну что, пришло время поделиться с вами. Я хотела буквально кричать на весь мир, поздравлять моего брата с пополнением, но решила, что тогда было рановато. Я не знаю, когда выйдет этот влог, но, скорее всего, уже два месяца, как я стала тетей. Да, это грандиозное событие для нашей семьи. Я настолько рада, как будто у меня родился третий ребенок. Мальчика назвали Гоша. Блин, я думала, что я не буду плакать, но это настолько большая радость. Я всегда хотела, чтобы у меня было еще несколько братьев и сестер, чтобы было шумно, чтобы было весело, чтобы потом у всех у нас появились дети. Мы все собирались на праздники в доме наших родителей, но нас только двое, и у нас с братом разница больше, чем 7 лет, и он всегда был для меня малым. И два года назад, когда мы были на свадьбе у Вали и Паши, так зовут моего брата и его жену, вот знаете, принято говорить, что там каждый одно целое, никто не ищет свою половинку, но вот они действительно настолько круто друг другу подходят, они как одно целое. И я всем сердцем всегда была за то, чтобы они не просто встречались, а чтобы у них была семья, и они очень хотели ребенка, и теперь в нашей семье есть Гоша, Георгий. Такое синное традиционное имя, как бы они его ни назвали, это был бы чудесный выбор. У них вообще были классные варианты имен, но Георгий прям так ух! И я готова познакомиться с моим первым племянником, и до сих пор не осознаю, что мой младший брат, мой малый брат стал папой. Так что мы сейчас не просто едем проведать нашу семью в Украине, но еще и познакомиться с племяшкой, с двоюродным братом моих мальчиков. Я очень-очень жду этого момента, и на фотках он выглядит уже таким большим, но я понимаю, что это маленький комочек счастья. У нас вот такое событие два в одном, да, то есть и знакомство, и Кристины. В этом влоге будет, как вы понимаете, обо всем, и о подарках, которые мы приготовили, и распаковку постараюсь снять, пока здесь все на несколько дней, и также покажу, что мы привезли из Италии. Распаковка тайм некоторых новинок на осень от Милскарта. Когда приходят заказы от них, это всегда один большой праздник, потому что у них очень красивые упаковки. Давайте глянем. Итак, помните, я вам говорила, что хотела бы заказать себе красное платье-худи из Милскарта? Вот оно уже у меня, и я в полнейшем восторге. У них вообще гениальная спортивная костюма, обязательно заглядывайте к ним, выбирайте себе что-то на осень и зиму, утепляйтесь. У меня самой есть два их костюма. Несмотря на то, что их стирала очень много раз, они до сих пор в безупречном состоянии. Здесь настолько приятная ткань, так комфортно, не хочется теперь переодеваться. И цвет сразу так как-то меняет настроение, очень позитивный. Он не просто красный, а как будто с легкой примесью малинового. Поэтому вообще такой необычный. И подчеркивает загар. Супер. На мне сейчас размер S. И конверсы я покажу вам чуточку позже. Длина вот такая. У меня рост метр шестьдесят два. Сейчас можно носить с голыми ногами, пока еще относительно тепло. А потом надевать, например, леггинсы или плотные колготки. И это платье я буду носить с моей любимой сумкой, с которой я не расстаюсь во всех поездках в повседневной жизни. Это тоже милскарта. Это кожа. И она универсальная. Ее можно носить как горизонтально, так вертикально. Модель унисекс. Как для мужчин, так и для женщин. И сейчас она есть в нескольких расцветках. И с разной фурнитурой. Обязательно оставлю вам ссылку на то, что показываю. Ссылки. И эта сумочка такая компактная, но она настолько вместительная. Я сюда могу сложить пол своей жизни и отправиться куда угодно. Также мне нравится то, что она ко всему подходит. И вот такой комплектик у меня получился. Как видите, ткань не тонкая. Еще здесь есть начес. А то, что у меня на ногах, это новые черно-белые конверсы. Я давно их хотела. И сейчас отхватила с хорошей скидкой на Золанду. Посмотрим, как они будут носиться. Я огромная поклонница конверсов. Для меня это очень удобная обувь. И 37,5 это то, что я всегда ищу в идеале. Но именно эта модель больше мерит. Поэтому поменяла на 37. Оставляю и уже красиво зашнурую потом. Я абсолютно честно могу вам сказать, что я не просто что-то демонстрирую вам в своих видео. От Мелскарта я действительно ношу эти вещи с огромной радостью и любовью. И они хорошо служат. У них качественные материалы. У них собственное производство. Все отшивается на месте. Все контролируется. И если вам вдруг что-то приглянется, вы всегда можете воспользоваться моим промокодом. Я с этого ничего не имею. Это для вас возможность немножечко сэкономить. Я все напишу в инфобоксе. А мы с вами продолжаем с примеркой. Сама того, не планируя, я так на скорую руку очень по-быстрому собрала стильный, небанальный, элегантный образ. И, кстати, это говорит о том, что вещи очень универсальные и легко и просто сочетаются между собой. На мне самые обычные джинсы. Я подобрала такую светлую сумку. Это тоже Мелскарта. Обувь старая. И тренч мне прислали в подарок. Я даже еще не видела его на сайте. Это горячая новинка. И цвет такой необычный. То есть зачастую тренчи или глухосерые, или песочные, какие-то коричневые. А здесь вот такой голубиный. Все детали и также подкладка выполнена на 110%. Даже не на 100%. Вот такие милейшие пуговки здесь. И по ощущениям ткань еще не должна промокать. Вот смотрите, тренч – это элемент базового гардероба. Но сделать его таким образом, чтобы он был и современным, и классическим одновременно – это та еще задача. У Мелскарта это однозначно получилось. И при том, что я невысокая, а тренч у нас длины миди, он не делает меня еще ниже. Но зато, если вы высокая девушка, обязательно обратите на него свое внимание. Сзади тоже симпатичненькая. Есть разрез. И вот эта штука, я, к сожалению, не знаю, как она называется. Сейчас не то чтобы не знаю, вылетела из головы. Есть какое-то правильное название. И вау, как выйду осенью. Не только себя порадую, но и окружающих. Все будут в темных цветах, а я вот в таком. К счастью, когда снимаешь тренч, то восторги не заканчиваются. Девчонки, вот потом буду показываться где-то в сторис. Будете задавать массу вопросов, откуда, откуда. Они разлетаются, как свежие пирожки. Потому что те, кто с ними уже знаком, знают, насколько это уютное. И вообще самое классное боди, которое я когда-либо носила. Во-первых, у него очень приятный материал. Это хлопок с эластаном, по ощущениям. Я оставлю ссылку, и там точно посмотрите состав. Но у него адекватная человеческая длина. И оно нигде не врезается. Его не хочется как-то поправить. Его не хочется поскорее себя снять. Это просто надел и забыл. Все. Оно подчеркивает фигуру. Сидит очень красиво. И здесь такой п-образный вырез. Но они есть разные. Говоря коротко, мне настолько нравится, что я забрала бы все их боди во всех расцветках. Еще добавлю, что ткань не тонкая. Она не просвечивается. Добавить джинсовую куртку со светлой обувью, даже с белыми кроссовками или кедами. Это наряд на 10 из 10. Говоря о моей любимой сумке, покажу вам практически такую же, только в другом цвете и золотистой фурнитурой. Есть еще одно небольшое обновление. А здесь другая ручка. Вы можете ее регулировать. И также здесь есть вот такие штучки, на которые можете прицепить одну или сразу две монетницы. Их вы выбираете в зависимости от настроения, что-то под себя. Это очень прикольно, потому что вы можете кастомизировать ваш любимый аксессуар. И при этом второго, точно такого же, ни у кого не будет. Я позже приеду и придумаю, с чем я буду ее носить. А сумки Милскарта по-прежнему приезжают в таких прочных, надежных пыльниках, в которых я потом и храню свои аксессуары, или перевожу, когда куда-то еду. Ну что, покупочки из Италии. Их, с одной стороны, немало, но в основном это все подарки. Часть мы уже раздали, потому что тут и за нашим домом присматривали, и вообще с друзьями мы успели встретиться вчера. То, что останется, будет для нас. Я вам рассказывала в прошлом влоге, что мы забыли о покупках. Ну, ладно, в следующий раз будем помнить. Кантучини. Это очень вкусное печенье с миндалем, оно тверденькое такое, если макать в черный кофе, это блаженство. Конечно же, паста. Причем ее так много. Вот взяла несколько разных. Такую. Еще со шпинатом, наверное, яичная. Цельнозерновая. Спагетти цельнозерновое. Что еще интересненького? Оливковое масло с трюфелем. И мы очень любим, даже если просто полить пиццу, вау. Но трюфель нужно любить и, наверное, где-то даже понимать, потому что вкус у него специфический. Две бутылки вина. Это возьмем к маме. И оливковое масло. Лимончелло. Осталась только одна. Покупали несколько бутылок, но все уже разлетелось. Это наше оливковое масло. Нужно не забыть его поставить. Бальзамический уксус. Один вскрытый наш, один для Насти прихватила. Конечно же, пармезан. Куда без него? Это вообще-то лежало сейчас в холодильнике. Каркаде. Я так давно не пила каркаде. Хотя в детстве, я помню, что с бубликами пили чаек по вечерам у бабушки. Это тоже для моей Насти. Какая-то интересная приправа. Будем пробовать. И вот тоже жалею, что не взяла себе. Это полотенце покупала для Насти с оливкой. И произведение искусства. Вообще-то нельзя было снимать. Но я попросила прям слезные. Мне разрешили. В прошлом влоге я показывала вообще вариации. Во-первых, это тосканские цветы. И это не стекло и даже не пластик. Это какой-то натуральный материал, которым заливаются сухоцветы. Я показывала, там были эти сушеные апельсины, что угодно. И автор этих штучек, вот он, даже устраивает свои выставки. Представляете? Настюша взяла вот такую небольшую подставочку для каких-то закусок. Например, она часто подает все красиво на стол. Вы могли видеть в моих влогах. Я показывала. Она в этом деле специя. Я думаю, что хорошо впишется в ее набор, который у нее уже есть. Сейчас все спакую обратно. Это очень красиво. И я надеюсь, что когда-то будет еще возможность побывать в Тоскане. Куплю и себе что-то. Вот так, с одной стороны, немного, но мне кажется, что каждому будет приятно получить небольшой сувенир из поездки. Еще были магнитики. Остался один для моей мамы. Остальное получили бабушки и дедушки. А вот это, это пустая упаковка от сережек, которую я купила в Австрии. Мы еще и в Австрии останавливались, чуть-чуть поотдыхали. Но сережки остались в моей комнате. Позже покажу вам. Они очень красивые такие, базовые. Я сейчас бегу с мальчиками на шоппинг перед школой, потому что мы приезжаем впритык. Мне нужно успеть все купить. Я представляю, что нас ждет через неделю. И как раз покажу вам свой наряд. На мне сейчас тоже футболка от Милскарта. Они у них есть в разных расцветках. И ткань не слишком тонкая, но и не слишком плотная. Я уже несколько раз их надевала и стирала с ними. Все прекрасно. И расцветки, вот какой захотите, желтый цвет, зеленый, ну черный, понятное дело, там все базовые. Ну и что-то поярче также можно найти. Помимо этого, я видела, что у них есть еще и с более длинным рукавом. Но вот это, которое сейчас на мне, видите, здесь рукав такой, как я всегда ищу, чтобы он не облегал. Можно заправить или носить на выпуск. Я сегодня выбрала лавандовый цвет. Между прочим, говорят, что он будет самым-самым актуальным и самым модным этой осенью. Обычные джинсы на мне и конверсы. Да, не стала перешнуровывать, так и иду. Вот теперь точно все. Моя любимая сумка. И когда приду, то покажу вам остальные цвета. Разобрела в детский магазин, собираю все вещи для мальчиков в школу. И заглянула в детский отдел. Вообще, я спрашивала у вас, что стоит подарить новорожденному, новоиспеченным родителям. И было много вариантов. Но, как оказалось, у Вали с Пашей уже очень многое есть. И сначала мы думали подарить деньги. Потому что каждая семья лучше знает, как их распределить, на что потратить. А потом я вспомнила о себе. Что в основном нам также дарили деньги. И да, конечно, мы все тратили на семью, на ребенка. Или откладывали частично. Но вот то, что мне действительно пригодилось бы, что сделало бы мою жизнь гораздо проще и легче. Всегда оставалось где-то в мечтах. Я свою мечту осуществила. Я поняла, что вот балда, почему я не сделала этого раньше. Особенно, когда дети были маленькими. Поэтому мы решили подарить один конкретный классный подарок. Я покажу вам его через несколько минут. Но в детском отделе я остановилась и смотрела, что же купить. Я вроде как сама мама. Но это было так давно, что я уже не в теме. Я понимаю, что у них там куча вещей. И наверняка на сейчас у них есть много всего. И того, что надо и не надо. Взяла на вырод. Мне так понравилась эта маленькая толстовка. Боже, это такое впечатление, что со мной этого не было. Я стояла и думала, как круто покупать маленьким детям одежду. Это вообще не только одежда, но коляска, все вот эти вот хлопоты. Мы вроде как решили, что третьего ребенка не будет. Но, не знаю, мне кажется, я потискаю эту кожу и сама захочу себе еще одну лялечку. Лялечка все равно вырастет, но, блин, они такие классные, когда они маленькие. И мне было действительно многое в кайф, что связано с ребенком. Я постоянно хочу реветь, когда я говорю что-то о малыше. В общем, увидела вот эту толстовку и подумала, возьму на вырост. Взяла на 80 сантиметров. И опять же, были маленькие дети. И я думаю, какой размер? Ну вот сколько он сейчас может быть там в длину? Думаю, возьму месяцев, наверное, на 10-9. Хотя он такой крэпыш, может чуть раньше, толсточка. Подобрала целый комплект. Так, бодик. Это хлопок. Вот такой прикольный бодик. Штанишки. Тоже в динозаврах. И шапочка. Боди-боди. Какое это счастье. Я представляю, сколько у них игрушек, погремушек, вот этих ковриков и всего-всего остального. Но я же, тетка, не могла приехать с пустыми руками. Я очень хотела купить такого музыкального собачку. Он там и говорит, и песни поет, и гавкает. Но это все на польском. Я помню, что мальчикам очень нравились музыкальные игрушки. Но все на польском. Поэтому мы уже в Украине поищем что-то для гофы там. Но я не смогла уйти с пустыми руками. Взяла, типа как, грызун, наверное. Он еще и тарахтит. Силиконовый, мягенький. Показался мне очень прикольным. Немножко забытая игрушка. Я помню, что у нас была точно такая же. Она еще и металлическая. Служила она очень-очень долго. Это Юла. Хотела сказать, что мальчики могли смотреть часами, но это будет неправда. Это было увлекательно. Это не просто на несколько секунд. Они могли прям вот полчаса смотреть, как крутится Юла, ловить ее. У нас была точно такая же с зверушками. Я была в магазине Смык. В Украине, по-моему, это Смики. И у них там целый раздел с игрушками. Я стояла, знаете, как вкопанная. Не могла понять, что у меня выбрать. Но вспомнила то, что было у нас вот этого. Постоянно хочу сказать зайчика. Не зайчика, а собачку буду искать в Украине. А Юла тоже прикольная. Сейчас столько всего, что глаза разбегаются. И еще вот такая игрушечка, которую ребенок может держать с каждой стороны. Она мягкая. То есть может ее грызть. Ее нужно будет хорошо простерилизовать. И также вот такие, типа как шарики. Знаете, игрушки, наверное, тоже никогда не помешают. Потому что ребенку очень быстро все надоедает. И еще с трех месяцев погремушка. Выбирала специально небольшие для того, чтобы ребенок себя ими не бил. И тарахтит, еще и зеркальная. Вот такие приятные мелочи. Но это еще, наверное, не все. Я еще вам не сказала, что у нас будет не просто поездка. В этот раз мы едем. С Микой. Да, вот она тут подтверждает на фоне. Это не так просто. То есть нельзя взять собаку и просто поехать на машине. Мы сдавали специальный анализ. Я не знаю, давайте расскажу вам. Это действительно бред. Но если вы соберетесь ехать в Украину из Европы, то уточните все и просто сделать все прививки. Вот этого недостаточно. Короче, в двух словах. Если собака на ПМЖ в Польше, но собирается ехать в Украину, и даже несмотря на то, что у нее все польские прививки, в том числе от бешенства, вы выезжаете за границу Евросоюза, возвращаетесь, вы должны показать, что у вашей собаки есть антитела против бешенства. И никого не волнует, делали вы прививки или нет, должен быть документ. Результаты анализа. Он не дешевый такой анализ. Около 400 злоток мы платили. Чуть больше 100 евро. И его довольно долго делают. Поэтому прежде чем мы отправились в отпуск еще в Италию, мы сдали кровь. И у нас есть антитела. Без вот этого результата анализов, что есть антитела, в Польшу не пустили бы. Ну и загранпаспорт мы делали еще в прошлом году для собачки, когда ездили с ней в Хорватию. И помимо Микуши с нами едет еще и папа Томика. Да, он впервые будет у моей семьи, у меня на родине. И он долго-долго не был в принципе в Украине. Лет, наверное, 30, может, даже больше. Нужно будет поинтересоваться. Он когда-то говорил, ну прям очень много лет. И будем собираться большой дружной семьей в доме моей мамы. Так, как я всегда хотела. Но так, как мы с Микушей, то Томак с багажом и с папой поедут на машине, а я с мальчиками полечу на самолете. Поэтому мне сегодня нужно собрать вещи. Томак поедет раньше, а я на день позже приеду. И точно так же возвращаемся. И папа Томика сказал, что он хотел бы привезти какие-то классные подарки для мамы и для моей тети. Мы в очень близких отношениях с моей тетей. Она, кстати, крестная моя и крестная моего брата. Мы всегда встречаемся, когда приезжаем. Вы ее тоже уже знаете. Она появлялась в моих блогах. И я очень рассчитываю на то, что в этом году все соберемся у нас снова на Рождество. Так вот, я позвонила маме и спрашиваю, что тебе подарить. Она ничего не надо, кстати, как всегда. Говорю, нет, ну вот некрасиво будет. Он сказал, что он хочет чисто от себя что-то купить. И мама с тетей не надо, не надо. И решили остановиться на уходе и на аромате. Я всегда стараюсь выбирать что-то для женщин из нашей семьи. Я знаю их предпочтения, что им нравится, что им подходит. И этот крем был у меня, у моей мамы. Он не дешевый. Это действительно тот подарок, который не будет валяться без дела. А что-то, что ей пригодится, это Эйзенберг. Линейка Pure White. Это крем под глаза. Он не дешевый, но он работающий. При этом здесь 30 мл. То есть его надолго хватает. И он не просто хорошо увлажняет, уплотняет область под глазами. И при длительном использовании еще и как бы осветляет кожу под глазами. Делает взгляд свежее. Причем это не только мои наблюдения. Вы у меня потом начали спрашивать. Я им пользовалась больше года. Не одним. У меня было несколько. Возможно даже года два. Я на нем прям конкретно сидела. Что ты сделала? Ничего не сделала. Показывала вам тогда его. Он феноменальный. Один из самых-самых лучших. Моя тетя является ярой поклонницей бренда Muglier. Она годами пользуется Angel. Да, вот это такой убийственный, очень-очень стойкий аромат. Фирменный, знаковый для моей тети. И она хотела что-то полегче. Ей нравился также и в Saint Laurent Black Opium. Но я подумала, что вот этот идеально ей зайдет. Он тоже мне нравится. Не знаю, почему у меня до сих пор его нет. Он полегче, чем Angel. Но все равно это очень насыщенный, ощутимый, яркий, сладковато-свеже-травянистый аромат от Muglier под названием Aura. Я взяла 100 миллилитров. Ой, не 100, 50. Блин. Я думала 100. 50 миллилитров. Но все равно его не нужно много, потому что вы сами с собой потом не выйдете. Так, для мамы там еще насобираю что-то из моих запасов. Но дедушка сказал, что должно быть от него. И не просто из моих запасов. Вот Оль, купи специально для мамы и для тети. Купила. Как и обещала, прежде чем уеду, показываю еще одну футболочку в нежно-персиковом цвете. Я ее заправила в джинсы. И такая расцветка тоже будет очень модной этой осенью и зимой. И в сочетании со всеми молочными, бежевыми, выглядит бесподобно. Это жакет из новой коллекции Милскарта. Вообще он представлен в нескольких расцветках. Я долго не могла определиться, какой же мне взять. И так как есть только S, XS не представлен. Думаю, померяю. Потом, если что, дозакажу, если успею. Есть еще и в клетку. Такой классический вариант. Или же пудрово-розовый. Это легкий оверсайз, но смотрится не так, как будто я сняла его с кого-то. По-моему, я всегда выбираю что-то приблизительно такое. Поэтому даже не хотелось бы поменять на что-то поменьше. На мне сейчас летняя обувь. Но я просто-напросто сменю ее на светлые ботинки. И тоже будет окей. Я люблю такие расцветки. Как-то аж выделяешься из толпы, когда надеваешь нечто подобное. Что касается жакета, то вот если соберетесь его заказать, вы точно не пожалеете, здесь и подкладка, и фурнитура, и то, как он сидит. Вот я его не отпаривала, ничего с ним не делала. И очень достойно. Вот знаете, если присмотреться поближе, то это не просто бежевый жакет. Здесь типа такая елочка. И я всегда обращаю внимание на фурнитуру. Здесь все со вкусом. И иногда прям фурнитура дешевит изделие. Здесь такого нет. И ткань вот не тоненькая, правда? Обязательно напишите, какой из нарядов вам понравился больше всего. Я не могу выделить какой-то один. Мне все очень по душе. И мы с вами встречаемся в Украине. Все нужные ссылки вы найдете в инфобоксе под этим видео. Ну и наш главный подарок новоиспеченным родителям это термомикс. Я, к сожалению, не сотрудничаю с этой маркой. У меня нет никаких скидок. Но я считаю, что да, дорого, но оно того стоит. У меня у самой есть вот этот агрегат. Вы часто о нем спрашиваете. Это термомикс. У меня последняя модель. Такую уже взяла для жены брата. Для брата. Здесь столько всего можно приготовить для ребенка. Измельчить все пюрешки. И суп варить прямо здесь можно. И на пару котлетки. Что угодно. И йогурт делать. Вот такой подарок мы выбрали. Я надеюсь, что он будет служить им верой и правдой. Сахер, по-моему, чуть влюбился в Мику. Можно сказать, что они ладят. Ну, сразу, конечно, ему не очень понравились такие гости. Сначала была агрессия. Охранял свою территорию, но сейчас вроде как окей. Тома купил им футбольную форму здесь, в местном магазине. И мяч. Теперь игра полным ходом. Принцесса заизволила выйти. Мику накормили. Джульетте страшно даже есть. Мика доедает все. А у другой утромщины она? У другой. Утромщина? Так. Как породистая вы любите. Парнеска породистая. Ну, и ты такой красивый. Ну, и ты такой красивый. Вот уже страшко. Тата, помогай, Ренька. Тата на экскурсии сегодня был по всему Киеву. Вот и приехала собачка, о которой я вам говорила. Так, это. Это моя червона рука. Все верно. Ой, надеюсь, что малыш оценит. Как символично, два года тому назад в этом ресторане у них была свадьба, только мы тогда сидели в большом зале. Сейчас мы находимся в беседке. Ждем гостей. Саксофон играет. Обожаю. Здесь очень вкусно. Ресторан называется Триполье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игнат сказал Паше вынести коляску. Говорит, я не понял, а ребенка мне туда. Теперь катает двоюродного. Нянь, поехали, поехали. По вашим рекомендациям приехала к остеопату. Записала и Томака, и себя. Томак вышел. Вроде все хорошо. Теперь моя очередь. Видите, поехала к маме на Кристину. Еще и занимаюсь своим здоровьем. Их ты. Мама заказала столик в Мусофире. Очень хорошие отзывы у них. Я заказала себе кофе с кардамоном. Запах божественный. Еще и в Турочке подают так красиво. Копеек то, что надо. Крепкий. Просто случайно так получилось. Кличко и мальчики. Мама, пандема в телевизии? Да, сняли вас на камеру. Пришли во вторую часть сада мамы. Здесь у нее настоящее сокровище. Правда, малина уже отходит, но здесь ее достаточно для нескольких человек, чтобы наесться. И самая сладкая ежевика в мире. Серьезно, никогда такой вкусной и сладкой я не пробовала из магазина. Загар, ку-ку, где ты есть? В джунглях ежевичных. Игнат, вот будет вкусная. Держи. Что ты сказал? Ты здесь остаешься навсегда? Опа! Ягода. Да. Так пахнет орешками. Мама тут потрашивает. Потихоньку проверяем, созрели или нет. Еще папа посадил два куста лесного ореха. По-украински это лишина или же фундук, мама говорит. Мама меня тут просвещает. Говорит, у нас растет второй куст. Они разные по форме. Даже орешки у них не одинаковые. Видите, одни продолговатые, а вторые такие толстенькие, как бы пара. Мальчик и девочка, они друг друга запыляют. То, о чем я не знала и чего даже не подозревала, это кизил. У мамы растет еще и кизил. И сейчас он созрел, его, к сожалению, немного. Но вот... Ой, а ну, Захарка, ищи, куда он там упал. Но это так вкусно, оказывается. Как мы наелись. И заодно вот столько нас собирали. Это при том, что позавчера мама была уже в саду, собирала ежевику и малину. Представьте себе, какая Павлова могла бы получиться с малиной, с ежевикой, еще и персик туда порезать. Но мы не будем делать Павлову, потому что завтра мы уже улетаем. Так что наедаемся вдоволь. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мы с вами встречаемся совсем скоро. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»